Хотим к вам обратиться, чтобы вы оказали нам помощь, чтобы вы выделили городу деньги для предоставления для создания инфраструктуры на земельных участках для многодетных семей. О приезде главы республики Айсена Николаева жители Мирного узнали из СМИ. Завидев на улице, сразу же подошли со своими предложениями. Многодетные мамы попросили помочь провести электричество, воду, газ на земельных участках микрорайона Заречный. Там ранее семьям выделили земли. Глава пообещал лично заняться вопросом. Сам же поднял тему переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. 247 домов – это деревянный жилой фонд, который построен у нас в городе Мирном в 60-е, 70-е, 80-е годы. Конечно, срок эксплуатации бревенчатых, брусовой дом – это 50 лет. По словам городских властей, с 2014 года по федеральной программе переселения в Мирном снесено 38 домов. Всех жителей обеспечили квартирами, а людям из шести аварийных домов только предстоит стать хозяевами квартир в новой перхэтажке по Амосово. Сегодня в доме проводят отделочные работы, а рядом благоустраивают территорию. Еще один важный объект, который интересует всю общественность республики – строящийся мост через реку Малая Ботобия. Переправа соединит Сунтарский и Мирненский районы. Здесь основные работы проведены. Осталось заасфальтировать дорогу. Работы идут планово. Несмотря на все коронавирусные ограничения, мы приложили все возможные усилия для того, чтобы сдать объект строго в соответствии с госконтрактом. Это конец октября, но мы постараемся сделать даже чуть-чуть раньше. А вот в поселке Алмазный строители уже сдали объект. В последний день августа открыли школу номер 4. Старое здание учебного заведения давно пришло в негодность, поэтому было решено за короткий срок возвести новое. Школа рассчитана на 275 мест. Как отметила делегация, учебное заведение соответствует всем современным стандартам. Вводятся детские сады, вводятся больницы. Это говорит о том, что мы идем вперед. И я очень рад, что наши дети будут получать образование в новых современных зданиях. Будут получать знания от замечательных учителей. Я очень прошу наших детей беречь школу. По итогам двухдневной работы глава республики провел совещание по вопросам социально-экономического развития района. А лучшим работникам вручил республиканские награды. Завершая свой рабочий визит в районе, Илдархан возложил цветы к памятнику шахтерам, погибшим при аварии 2017 года. Иванна Филиппова, Алексей Меркулин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Продолжение следует...